Здравствуйте! Это программа «Неделя города». О главных новостях пятницы и уходящей неделе вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Как в фильме ужасов заброшенная больница в городе, которая пользуется популярностью у подростков. Аллея сохраненных жизней, акция против абортов прошла в Рязани. День самоуправления, в день учителя во многих школах города ученики сами провели уроки. Заброшенных домов в Рязани хватает. Все это некогда жилые или промышленные здания. Но есть даже и больницы. Одна из таких закрыта вот уже больше семи лет, и строение быстро пришло в упадок. И, конечно же, его облюбовали подростки и люди без определенного места жительства. Здесь был центральный вход, то есть приемный покой, куда привозила скорая. Дальше у нас здесь был бокс. Дальше здесь средние двери. Это для раздачи. Сходили, носили еду с пищеблока. Дальше у нас вход был рентген-кабинет и лаборатория. Это для наших больных, потому что у нас в поликлинике старое было очень мало места. И у нас на первом этаже здесь располагались и физио, и лаборатория, и рентген-кабинет. Татьяна раньше работала в больнице. Говорит, здание было красивым, а территория вокруг ухоженной. Постоянные субботники, как внутри, так и снаружи. Здание 6-й городской инфекционной больницы в 2000 году передали детской неврологии. Спустя 5 лет неврология переехала в другой корпус. А здание 6-й больницы осталось пустовать. Раньше был сторож, а за территорией продолжали следить. На ее площади три строения – гаражи, пищевой блок и сама больница, вокруг которых раскинулась территория в 6000 квадратных метров. И где-то в 2010 году финансирование прекратилось, потому как здесь никого не было. Потом где-то, наверное, лет 7 она стояла неотапливаемая, без света, безо всего. А за последние три года, за последние три года, даже вот за этот год последний, вот превратили вот в такой вот вид ее. Вскоре из здания стали выносить абсолютно все. Пропали металлические решетки с окон первого этажа, канализационные люки и оставшиеся оборудования. Дыры в земле закрыли обычными дверьми. Татьяна рассказала, что старается не пропускать на территорию детей, но сделать это не так просто. В больницу можно попасть с любого входа. И, к сожалению, остаться в ней навсегда. Например, подвал зданий затоплен водой, а в открытые канализационные дыры легко провалиться. К тому же в больнице поселились люди без определенного места жительства. А по прилегающей территории разбросаны пустые шприцы и стеклянные бутылки. И, к сожалению, здание по-прежнему притягивает к себе людей, хотя смотреть тут не на что. Голые стены, в которых не осталось ни следа былой жизни. А ночью заброшенная больница выглядит прямо как в фильме ужасов. Оно находится за остановкой общественного транспорта. В тени деревьев даже сложно разглядеть ее силуэт. Местные жители рассказали, что раньше по тропинке рядом с больницей люди сокращали путь. Теперь здесь не то, что дети. Взрослые боятся ходить. Она никогда не пустует. В течение 24 часов здесь собираются люди. Люди – это разновозрастного характера. Здесь дети, взрослые, очень взрослые и не очень взрослые. Вот здесь в буквальном смысле вандализм. Кто-то что-то тащит, кто-то кричит, кто-то ругается, кто-то пьет, кто-то бьет. Местные жители рассказали, что неоднократно вызывали полицию. Но, как говорилось ранее, выйти из больницы можно с любого выхода. Злоумышленников практически никогда не удавалось поймать. Но что хуже всего – здание разрушается. За последнее время, особенно за последний год, здесь происходит обвал, разрушение полнейшее. Вот недавно обрушился балкон. Хорошо, что, наверное, никого не было, никто не пострадал. А так здесь аварийная уже, наверное, ситуация. До остановки общественного транспорта рукой подать. Но если раньше местные жители обходили заброшенное строение вдоль дороги, то теперь остерегаются ходить даже там. Остановка, автобусы, маршрутки. Выходят люди, и вот такая вот, вот такая картина. И еще сидят на остановке вот эти же бомжи, вот эти наркоманы. И когда выходишь, идешь, и так и кажется. Сейчас за тобой пойдут, и что-нибудь тебе сзади там, что у него в голове, ведь мы не знаем. Местные жители обращались и к депутатам. Те обещали разобраться с ситуацией, вот только дело так и не сдвинулось с мертвой точки. В здание продолжают ходить как дети, так и взрослые. Татьяна Николдаева рассказала, что однажды сюда пришли родители, у которых пропал ребенок. За несколько часов до этого мальчик хвастался в школе, какие у больницы катакомбы. Татьяна вместе с родителями обошла все здание несколько раз. И хоть на улице стоял день, а в руках у них был яркий фонарик, ребенка так и не удалось найти. И родители предположили, что он пропал где-то еще и отправились на поиски в другое место. Неизвестно, какой конец у этой истории, счастливый или нет. Татьяна предположила, что может этот случай отпугнет всех желающих прогуляться по заброшенному строению. Наша телекомпания отправит запрос в администрацию города с целью узнать, какая дальнейшая судьба у некогда красивой больницы. Валерий Седов, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Акция против абортов «Аллея сохраненных жизней» прошла в 8-й больнице Рязани. На ее территории есть аллея, где высаживают дерево за каждую спасенную жизнь. В этот раз аллея пополнилась декоративными растениями, а дети запустили в небо воздушные шары. Главврач 8-й больницы Александр Миров сажает кустарник, помогает ему малыш, который, возможно, не появился бы на свет, если бы не местные психологи и благотворители. Уже 7 лет при больнице работает фонд, который помогает женщинам, решившим сделать аборт, изменить решение. Мы не отговорили ни одной женщины. Просто в результате работы с нами они изменили свое первоначальное решение. Отговаривать – это неправильно. Каждый принимает решение сам. Я сейчас уже на сегодня даже затрудняюсь назвать точную цифру. В год – это в среднем от 70 до 90 женщин. Алла пришла в 8-ю больницу, чтобы сделать аборт, но потом приняла решение сохранить жизнь ребенку, ее сыну, уже два года. Слава Богу, что это есть. Слава Богу. То есть, не знаю, как бы, конечно, было бы это по-другому, как бы это было бы по-другому, если бы не было бы их. Потому что я говорю, с января месяца, когда заканчивают платить пособие по уходу за ребенком, ну, после полутора лет. Уже жить с ребенком, если мама одиночка или малообеспеченная, жить просто нереально. Каждую женщину, приходящую в 8-ю больницу, чтобы прервать беременность, направляет к психологу. Если она меняет свое решение, уже к работе подключаются волонтеры. Если причина именно финансовая, что женщине трудно одной, то здесь мы подключаемся и представляем свою помощь. Мы работаем на волонтерских началах. В общем-то, у нас пять учредителей женщин, которые вместе мы познакомились здесь, в 8-й больнице. И есть еще администратор. Мамам, отказавшимся от аборта, в честь праздника раздали подарки, а дети запустили в небо символ жизни – воздушные шары. За все эти годы на аллее мамы и их врачи высадили десятки деревьев. И что удивительно, ни одно из них не погибло. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязанском государственном медицинском университете проходит всероссийская конференция под названием «Современные проблемы гистологии и патологии скелетных тканей». Конференция эта уникальна. До сегодняшнего дня никому не удавалось собрать 40 специалистов со всех уголков страны, для обсуждения темы костно-хрящевых имплантатов и патологий. Клеточные биологи, гистологи, генетики, патологоанатомы, ортопеды, травматологи – все это только часть приглашенных специалистов для Всероссийской конференции, которая проходит в стенах Рязанского государственного медицинского университета. По словам организаторов, докладчики ожидаются практически со всей России – от Калининграда до Новосибирска. Также будут и два гостя из-за рубежа – Стокгольма и Италии. Роман Деев, один из организаторов, сообщил, что назвать это конференцией сложно, скорее служебное совещание. Ведь после каждого доглада специалисты будут обсуждать вопрос, и даже многие разработки коллеги наверняка возьмут на вооружение. «Совместно в течение двух дней будут решать вопросы о разработке эффективных способов лечения пациентов с какой-либо патологией скелета. Улучшение качества жизни этих пациентов – это одна из существенных задач здравоохранения. Но использовать наши тканевые резервы, так называемые резервы регенеративной медицины – это, в общем, передовой край науки. Поэтому мы должны собраться, обсудить и научиться их использовать». В настоящий момент большая группа пациентов испытывает проблемы со здоровьем, связанные именно со скелетными тканями. Это могут быть врожденные заболевания, поражающие скелет, последствия травм или результат дорожно-транспортных происшествий. Все эти патологии серьезно сказываются на жизни самих людей. И специалисты узкого профиля организуют подобные конференции, чтобы обсудить, как далеко продвинулась медицина. «Эта конференция собрана крайне своевременно, потому что накопилось много данных, которые после обсуждения могут быть внедрены в клиническую практику. Внедрены и путем реконструкции, создания новых банков костной ткани, и новые технологии лечения разных видов патологии костной и хрящевой ткани». Многие участники конференции рассказали, что ждут выступления докладчиков из Стокгольма и Италии. Если раньше российские разработки были в числе передовых, то сейчас страна немного отстает от своих коллег. И обмен опытом в настоящий момент очень важная составляющая. Однако и России есть чем похвастаться. Сегодня многие центры разработали свой биоматериал, который можно использовать вместо металлических имплантатов. На Всероссийской конференции в Рязанском государственном медицинском университете в течение двух дней специалисты будут делиться разработками и обсуждать инновации. «Для нас очень приятно, что Рязанский медицинский университет и лично Роман Вадимович выступили вот с этой инициативой собрать на одной площадке специалистов, как разрабатывающих различные трансплантационные технологии, так и специалисты, которые реализуют в клинической практике, проводят доклинические и клинические испытания». Что примечательно, посетить конференцию могли и студенты. В Рязань приехали молодые люди из Казани и Санкт-Петербурга. Оно и понятно, подобного размаха конференций еще не проводилось. Однако наверняка вскоре они будут проходить на постоянной основе. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания. Город. Ученые представили свои проекты в рамках школы-семинара «Диагностика наноматериалов и наноструктур», которая проходит в Рязанском радиотехническом университете на этой неделе. Напомню, проведение школы для молодых ученых поддержано Федеральным агентством по делам молодежи в рамках конкурса проектов «Росмолодежи. Россия. Страна возможностей». Школа-семинар «Диагностика наноматериалов и наноструктур» собрала ученых, аспирантов и студентов из ведущих вузов страны. Она проводится в Рязанском радиотехническом университете уже в десятый раз. Молодые ученые, принимавшие участие в первых семинарах, уже сделали успешную научную карьеру. «Если говорить про научные успехи, если их можно считать, так защитилось несколько человек у нас, наших аспирантов, и успешно стали кандидатами физико-математических и технических наук. Касаемо развития методов, да, у нас мы получили несколько патентов на новые методы, на новые устройства для диагностики. Они идут в стадии разработки, ну и будут внедряться в промышленность». Успешную карьеру сделали не только рязанцы. Ученые, прошедшие школу, семинар «Диагностика наноматериалов и наноструктур» трудятся в Национальном исследовательском университете Московский энергетический институт. «В МИИ я видел двух аспирантов, которые сейчас доценты, один из них сам завкафедрой. То есть возможность услышать из первых уст последнюю ситуацию в науке в различных областях, это прекрасный стимул для студентов, для молодежи». В Рязанском радиотехническом университете сейчас за счет средств гранта Российского научного фонда ведутся работы по созданию рентгеновской установки с микрофокусной рентгеновской трубкой. У таких трубок много преимуществ. Локальность исследований, небольшая радиационная нагрузка на персонал. «Одним из элементов создаваемой установки является рентгеновский детектор, детектор излучения. Он у нас полностью автоматизирован, управляется с компьютера, позволяет регистрировать теневые изображения и отправляет на компьютер. И там специальные программы обработки тоже создаем». В рамках школы-семинара проводятся круглые столы, практические и семинарские занятия. Они дают возможность молодым ученым обсудить научно-технические проблемы с ведущими учеными Российской Федерации, специалистами в области диагностики наноструктур и наноматериалов. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». 5 октября – Всероссийский день учителя. Поздравления звучат в адрес всех работников сферы образования. В школах 5 октября традиционно становится днем самоуправления. Занятия ведут старшеклассники. Как они справились, узнала Галина Кудряшова. Анна Федорова сегодня ведет урок биологии. В образ учительницы девушка вживалась больше двух недель. Работала над темой вирусов, готовила таблицы, конспекты, презентации. Хотела максимально доступно преподнести сложную тему. Это очень приятно, быть учителем и руководить всем процессом. Мы педагог биологии, классный руководитель 9-го Б-класса Галина Алексеевна Стуколкина. Она очень грамотный человек, и она именно привела мне этот интерес к биологии. И я очень за это ей благодарна. И сегодня это было честью заменять ее. Ученики для нее дети, хотя младше всего на два года. Еще в детстве Анна с сестрой играли в школу, представляли себя учительницами. Провести урок в реальном классе было настоящей мечтой, которая сегодня воплотилась в жизнь. Арина Храпова ведет урок географии, работает с пятиклассниками. Непривычно, необычно. Они удивлены. Я думала, что реакция у детей будет совершенно другая. Что они как-то будут относиться как к другу. Начнут что-то там расспрашивать не по теме урока. Но нет, они относятся действительно серьезно. Как к учителю, как к педагогу, даже на вы. День самоуправления в третьей школе в самом разгаре. Учителей на уроки не пускают. Для них подготовили конкурсную программу. Все организовывают старшеклассники. Пять станций на каждое свое задание. Проверяют находчивость, знания, умение импровизировать и командный дух. Очень интересно, прекрасно. Так все строго, серьезно. Да, на полном серьезе. И дети, прям настоящие учителя. И они от этого удовольствие получают. И я думаю, что учителям тоже, конечно, это очень понравилось. Здесь отдыхали. Настоящий праздник. Видно, что ребята хотели доставить нам массу удовольствия. И как преподаватели на своих уроках заменяли, когда они нас отнесли с подготовки, очень ответственно. А вот такое мероприятие, как сейчас это эстафета, поезд, игра по станциям. Для нас это вообще в новость. Ну и мы каким-то образом в детство вернулись. Мы им за это очень благодарны. Завершает День учителя праздничный концерт. Каждый класс внес в него свою лепту. На сцене лучшие номера и искренние поздравления. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Разбитые дороги, полуразрушенные старые постройки. Когда программу «Комфортная городская среда» только начинали реализовывать, в год приводили в порядок до 200 дворов. В этом году их число снизилось до 13. Наша съемочная группа провела инспекцию дворов, чтобы выяснить, достаточно ли одной инициативы жильцов, чтобы преобразилась территория рядом с домом. Комплексное благоустройство под таким девизом в этом году работала федеральная программа «Комфортная городская среда». В 13 дворах были отремонтированы проезды, освещение, установлены лавочки и урны. К дополнительным услугам относились озеленение, установка детских площадок и парковок. Исходя из того, какую концепцию благоустройства двора примет жители на общем собрании, то есть они должны сформировать дизайн-проект, определить концепцию, исходя из этого уже вытекают проектно-сметные документации, стоимость, и, соответственно, получается стоимость основных видов и дополнительных видов. И вот по дополнительным видам получают 10% финансирование. Но это небольшие совершенно деньги, то есть получается, что получается менее 5% в целом, если это общий объем бюджетного, ложится нагрузка на жителей. А между тем в Рязани есть множество дворов, которые нуждаются не в комплексном ремонте, а во внимании городских властей. Так ямы около театра «Переход», расположенного между двумя общежитиями, достигают в глубину 20 сантиметров. Преодолеть их становится проблемой не только для автомобилей, но и для пешеходов. А во время дождя лужи занимает все дорожное полотно, проехать по которому могут только опытные водители. Если ездить на нормальных дорогах, то подвеска должна выхаживать в среднем, это я вам говорю, человек, механик, в среднем должна выхаживать где-то 80-90 тысяч. Подвеска ходит не больше 15-20, именно вот на ВАЗе, я имею в виду. Ну, на марках, ну, 50 максимум. То есть у меня вторая машина, Ауди, 50 тысяч, все, я подвеску меняю. Потому что невозможно, то есть если в нормальных странах, там человек едет, ты сможешь, чтобы какой-нибудь дурак ему не кинусь под колеса, то у нас мы видим, мы сможем как бы не попасть в какую-нибудь яму. Не менее остро встает вопрос пешеходных дорожек, особенно если двор один на несколько домов. Такая ситуация на улице Высоковольт на 18. От грязи жители спасают двери. Их положили местные активисты. Дыры в дороге залатали тоже они. Пригодился обычный щебень. Есть и другая проблема. С ней столкнулись жители дома номер 13 на Касимовском шоссе. С виду благополучный двор скрывает в себе небольшой нюанс. Раньше это была хозяйственная постройка. Однако более 15 лет назад она горела. Тушили всем двором. С тех пор здание не снесли и не отремонтировали. Сейчас это место сбора злачных компаний и лиц безопределенного места жительства. Раньше за постройкой была автобаза. Их разделял высокий забор. Сейчас небольшая дорожка. На месте бывшей парковки для автобусов построили жилой дом. Чтобы попасть в подъезд, нужно пройти через неосвещенную территорию. Граничит с постройкой и детская площадка. Однако собираются на ней только взрослые. Вокруг пивные банки и мусор. Отпускать сюда детей опасно. Проблему решили радикально. Площадку перенесли на другой край двора. Но безопасней она не стала. Корреспонденты нашей телекомпании регулярно рассказывают о проблемах рязанцев. Многие из которых не решаются годами. Мы надеемся, что в следующем сезоне программа «Комфортная городская среда» будет расширена. И принять в ней участие смогут максимальное количество дворов. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Запрещающий знак поставили, но альтернативы не предложили. Если с запретом распивать горячительные напитки, рвать цветы и разжигать костры согласятся многие, то запрет выгуливать собак вызвал много вопросов. Что думают о ситуации, которая сложилась в парке советско-польскому братству по оружию, и соблюдаются ли запреты, выяснила Дина Ислеева. Запрещающую табличку в парке в честь советско-польского братства по оружию установили накануне выходных. Семен, часто гуляющий здесь с дочкой, даже сфотографировал ее на телефон. По его мнению, место, предназначенное для прогулок, статусу парк соответствует с трудом. Большинство товарищей приходят с собаками пить, курить. Но костер ни разу здесь не видел. А вот все перечисленные, да. Еще бы патруль почаще здесь ходил, ППС. Потому что ходит он крайне редко на выходных. И буквально, может, час-полтора они здесь ходят. И все. Надо и с этой стороны ставить, и со всех сторон таблички ставить. Екатерина тоже приходит в парк гулять. Но не с ребенком, а с собакой. Тузику 7 лет – это редкая йоркширская салонная порода. Тузик дружелюбен, агрессии не проявляет ни к собакам, ни к людям. Ни на кого не лает. Почему ее питомцу теперь в парк нельзя, Екатерина не понимает. В этом новом доме очень много кто живет с собаками и с детьми. И пусть тогда строят какие-нибудь другие парки для собак специальные. Чтобы нужно где-то гулять им. На детской площадке мы не гуляем. Мы стараемся подальше отходить. Так вот в парке гуляем, да. И во дворе иногда. В парке днем можно увидеть только родителей с детьми. С собаками людей практически нет. Екатерина после запрета обходит парк по дороге. Можно еще погулять в посадке, ведущей к железнодорожным путям. Но разве что владельцам больших собак место не патрулируется и здесь не всегда безопасно. Площадка для выгула собак в Приокском есть. Но находится она в другой части микрорайона, в Гагаринском парке. И не у каждого владельца есть столько свободного времени, чтобы приехать сюда и погулять со своим питомцем. Мало того, площадка до конца не оборудована. Лежит щебень и песок. Ходить по ней неудобно. Кроме того, она просто катастрофически маленькая и вряд ли вместит и желающих погулять с собаками хотя бы из ближайших домов. Пока люди ждут завершения благоустройства, в парке в честь братства по оружию нарушают первый запрет не рвать цветы. Бабушка Рая решила, что Георгинам будет лучше у нее дома. На следующий год они не будут расти. Табличка вот даже висит. Да, не знала, не знала. Ну а сорвали ты для чего? А? Дом посадить, черепушечку. Если цветы высадят новые следующей весной, то как быть владельцем собак до сих пор непонятно. Власти, установив запрещающую табличку, другой альтернативы для прогулок им не предложили. Дина Исляева, Станислав Кудряшов. Селекомпания. Город. Рязанские парки и скверы освещены ярче улиц. Пройтись по дворовым территориям и не угодить в яму – задача не из простых. Но фонарей нет и на дорогах. Рейд по рязанским улицам провела Галина Кудряшова. К центру города у рязанцев меньше всего претензий. Жители радуют гирлянды на деревьях около администрации, светящиеся под белкой, освещенные здания. Однако, если присмотреться, становится понятно, что в среднем каждый пятый уличный фонарь не работает. Улицу Ленина спасают вывески магазинов. Их излучение является самым мощным источником света. На площади театральной мы заметили мигающие фонари. Около минуты они горят, затем гаснут. Зато включаются соседние. С менее крупными улицами ситуация грустнее. Вот. Вот там четвертый лицей, Кремль, там темнота. Вот это я в сторону почтовой двигаюсь. Темнота. Темнота. Слева цирк. Вот пойдут люди из цирка. Вот по такой темноте. Только фармиши освещают. На проезде яблочково фонари горят. Однако они светят прямо в кроны деревьев, поэтому отбрасывают на дорогу только тень. По нашим наблюдениям, именно разросшиеся кроны чаще всего мешают свету проникать на дорогу. В центре все хорошо, как бы все освещено, а вот окрестности уже не так сильно, я бы сказала. Ну, конечно, все центральные – это да, а вот закоулочки. Дашку песочную. У нас есть парк в конце, где Европа. Там вот не включает, конечно, света. Это очень плохо, потому что постоянно гуляем с друзьями. Там очень темно, я считаю. Ну, тут вроде освещение, если идти в сторону, к апельсину, к тому стороне, там тоже темно. Не включать, нет, в парке свет, только апельсин освечивается. По пешеходникам, конечно, не так страшно, потому что где я хожу, в основном все, конечно, освещено. А вот в переулочках, ну, конечно, есть немножко, но стараюсь очень быстро идти. Честно говоря, не очень. Везде темно, нигде ничего не видно. Единственное, что вот в таких местах свечают, ну, где базовые места, а так, если куда-нибудь за уголок повернуть, все спрашивают, что убьют. Мне чисто нет, потому что я тут вырос, все знаю. А так, если девушкам, тем более одним, то уже много, я уже наслышался именно в этих районах случается. Так, конечно, переживаю за близких, либо друзей, либо за девушку. Напомним, что в 2014 году дирекция благоустройства города заключила энергосервисный контракт с ООО ГПБ «Энергоэффект». Он предполагал установку инвесторам энергоэффективных приборов уличного освещения, шкафов управления, а также частичную замену электросетей и опор. Однако условия договора были нарушены. Подрядчик говорит о том, что лампы выходят из строя из-за скачков электричества, а это не гарантийный случай. В свою очередь город обвиняет компанию в некачественных лампах, а также отказу от замены вышедшего из строя оборудования. Арбитражный суд Рязанской области уже рассмотрел несколько исков. Решения по ним были различными. То в пользу подрядчика, то в пользу города. Сейчас дело рассматривает арбитражный суд Москвы. Пока решение не вынесено, и городского освещения на некоторых участках нет вообще. Например, около остановки Точинвест. Однако в основную слепую зону города попадают именно пешеходы. Возвращаясь вечером домой, им приходится преодолевать участки полной темноты, для того, чтобы добраться до собственных подъездов. Сейчас вы меня видите только за счет накамерного света. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Женщин допустят на работы, которые раньше считались вредными и опасными. Министр труда России работает над внесением изменений в перечень из 456 запрещенных профессий. Так, женщинам хотят разрешить трудиться на воздушном и железнодорожном транспорте водителями большегрузов, машинистами специальной техники и так далее. Однако уже давно во многих регионах мужских профессиях трудятся женщины. В нашем следующем репортаже мы расскажем о таких девушках. Многие считают, что профессия водителя преимущественно мужская. Однако за рулем общественного вида транспорта, например, троллейбусов привычно видеть именно женщин. С другой стороны, маршрутные такси уже укоренились в сознании горожан именно с мужчинами-водителями. Однако, как оказалось, утверждение это не совсем верное. За рулем 88 маршрута женщина по имени Любовь. В профессии непривычный глазу водитель больше четырех лет. Моя жизнь связана всю жизнь с транспортом. Троллейбус, маршрутные такси. Ну вот как-то вот так вот по жизни. Хотя есть и высшее образование, но вот как-то и не сложилось. По профессии Любовь преподаватель, но жизнь сложилась иначе. Теперь женщина измеряет уровень масла, тормозной жидкости и давление в шинах. Приезжает на работу в 4 утра, а возвращается домой поздно вечером. А с дежурства и того позже, в первом часу ночи. График работы сменный. Любовь рассказала, что коллеги мужчины всегда ее поддерживали, помогали советам. Иногда подсказывала и она. Это очень тяжелая, тяжкая работа, особенно для женщин. Но она все это выдерживает, все на себя принимает, с пассажиром и хорошо относится. Водитель маршрутного такси – это еще и работа с людьми. А они, по словам Любови, разные. Бывало и такое, что пьяные или конфликтные люди устраивали скандалы в салоне. Однако всегда конфликтную ситуацию удавалось уладить мирно. Работа с людьми – это всегда один из самых сложных и одновременно приятных аспектов разных профессий. Ирина Зуйкова – сотрудник полиции. В ее обязанности входит патрулирование улиц, беседа с людьми и самое главное – обеспечение и поддержание порядка. Девушка рассказала, что всегда хотела помогать людям. Каждый день вместе с напарником она выходит на дежурство. Мужская или не мужская, я для себя не ставлю таких приоритетов каких-то. У меня нет такого понятия. Я считаю, что сотрудник полиции – это универсальное лицо. И бывают ситуации, когда правонарушителем является женщина. И согласно кодексу административных правонарушений, досматривая данное лицо, только может женщина, полицейский сотрудник. Поэтому без нас никак. У Ирины есть муж и сын, которые поддерживают девушку дома. На работе помогает мужской коллектив. В мужском коллективе работать не так тяжело. Ребята, наоборот, помогают, поддерживают, рассказывают какие-то свои истории. Потому что очень много работопытных, которые более 10 лет уже отработали. И их поддержка очень важна. День у Ирины начинается рано. В 6 часов утра она отводит ребенка в детский сад, а потом спешит на работу. Закончить свой день в одно и то же время получается не всегда. График ненормированный. Но после работы всегда спешит к семье. Одна из главных задач, по словам Ирины, это воспитание сына. Мальчик, вдохновленный примером мамы, уже занимается плаванием и борьбой. Что примечательно, тренером борьбы также может быть и женщина. У детской группы занятия проводит Галина Ермакова. Она тренер высшей категории по самбо и джиу-джитсу. Борьбой решила заниматься с юных лет. К этому ее подтолкнул популярный в то время фильм «Гений дзюдо». После просмотра Галина записалась в местный клуб единоборств. Было тяжеловато. Хотя на тот момент было много девчонок у нас в группе. И потом спортивная карьера стала развиваться уже более серьезно. Приходилось ездить много на соревнования. И было тяжеловато. Но ничего, справлялись потихонечку. Сейчас она мастер спорта. По совету своих тренеров поступила в институт. И позже сама стала обучать детей единоборством. Тренерский стаж у Галины больше 20 лет. Мужской коллектив поддерживает женщину и помогает в трудную минуту. У Галины есть сын Сергей. Ему 4 года. Иногда тренировки посещает и мальчик. Работать с детьми непросто. Организовать тренировку, обучить их приемам и дать совет. Все это важные задачи, за которыми нужно не забывать, что ты – женщина. Перед тренировкой Галина наносит легкий макияж и всегда следит за собой. Каждый раз, приезжая с маршрута, Любовь Прюшковская поправляет прическу. А на приборной панели у женщины лежит белый щенок по имени Шарик. Когда она только устроилась водителем, собачку ей подарил сын. На удачу. Теперь игрушка – ее верный спутник вот уже несколько лет подряд. А Ирина Зуйкова призналась, что иногда во время патрулирования заглядывает в зеркала или витрины. Неважно, на каких профессиях они трудятся и какая тяжелая ноша выпала на их жизнь, все они сохранили оптимистичный настрой и начинают свой день с улыбки. Девушки всегда остаются девушками, лучиками света среди мужчин. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это были самые интересные новости уходящей недели. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Строительная компания «Зеленый сад»